Виктор Томенко подал документы в избирком. Теперь официально он кандидат на пост главы региона на выборах в сентябре. Виктор Томенко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Алтайского края. В своем телеграм-канале он пишет, что подал документы в избирком. Накануне вечером кандидатуру Томенко утвердили на региональной конференции «Единая Россия». Его соперниками в плане выдвижения от партии были Сергей Серов, руководитель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии КЗС, и Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае. В борьбе за второй срок на должности губернатора у Виктора Петровича будет гораздо больше конкурентов, уже известными на семи кандидатов. В своем телеграм-канале Виктор Томенко всем им желает удачи и пишет, что убежден в прозрачности выборов. Валентина Аскирова готова рассказать подробнее. О масштабах и последствиях стихийного бедствия. В Артыбаши в минувшие выходные можно было снимать ремейк блокбастера «Водный мир». Сердце Алтая озеро Телецкое вышло из берегов и затопило популярные туристические маршруты, дороги, придомовые территории. Глава Артыбаши Алексей Киршин бросил все силы на борьбу со стихией и сам помогал местным жителям возвращаться на большую землю. На этой неделе ситуацию на Телецком удалось стабилизировать. Критический уровень воды превышен незначительно. То есть 505 у нас критический уровень воды, на сегодняшний день у нас 533 уровень. Администрация Артыбашского сельского поселения установила водомерный пункт. Здесь по сути это линейка. И эту линейку я каждый день проверяю, смотрю за уровнем воды. И люди остаются позитивными. Вот у нас концерт играет на заднем фоне. И мы как бы здесь не унываем. А что касается Лаганского района, то там потребовались более кардинальные меры. Спасатели из мест подтопления эвакуировали более 150 человек. Большая вода сейчас бушует и в Алтайском крае. Если вода еще столько же дней продержит, то все. Пол на выкид, это однозначно. Подняли мебель, собрали вещи, документы и экстренно покинули родные пенаты. В прошлый четверг наводнение выгнало семью Ушпик из дома. В последний раз поводковые воды приходили в село Поливодка в 2016 году. Тогда вода ушла за несколько дней. В этом не уходит и за неделю. Ущерба на сотни тысяч рублей. А как вы думаете? Я даже не знаю, как. Вот, блин, вам объяснить просто. Столько трудов, вот действительно. Ну, что сделать-то, ничего не сделать. Конечно, жалко. Пострадал не только дом, но и урожай. Погибло все, кроме картофеля. Но и тот на последнем издыхании. На первый взгляд кажется, что подтоплено всего несколько приусадебных участков. Но это не так. По словам местных жителей, там ниже, ближе к реке, находится больше десяти домовладений. И все приусадебные участки в этих домах тоже подтоплены. В Сросках, что в десяти километрах от села Поливодка, тоже начались подтопления. По словам местных жителей, вода подступила к приусадебным участкам. Там пониже-то по улице уже в огород заходит. Надеяться будем, не зайдет она к нам. То ли в 13-м, или в 14-м году был, когда потоп сильно топило-то нас. Она прям в огород хорошо зашла. У меня хорошо дом-то на горе стоит, огород, низинки. А кто внизу-то был, прям под окном шел поток. Страшно было. Мы коту не видим, мы далеко. В двух этажках живу. Так что нам не грозит. А там, говорят, большая вода. Уже некоторые дома. Вот подъезд плохой. В самом же Бийске ситуация не такая тревожная. Подъем воды незначительный. До критической отметки больше ста сантиметров. В пригороде, в поселке Сорокино, вода едва не подошла к домам и угодьям. Были подняты, соответственно, люди. Бийск Автодор подъехал туда, подсыпали. Соответственно, там, ну, не дамба, мы будем говорить, а насыпь такая, небольшая насыпь. Мы ее подремонтировали, сделали. И, в принципе, на сегодняшний день люди довольны. Подтопление центрального пляжа избежать не удалось. Специалисты управления гражданской обороны заверили, что сегодня все службы в боевой готовности. Уровень воды на постоянном контроле. Подготовлены три пункта временных размещения. Есть места, где будут храниться вещи, людей, которые будут эвакуироваться. Есть, соответственно, места, где можно животных вывезти. И, соответственно, чтобы они там были отдельно от людей. Там и крупнорогатый сход, ну и птица, все остальное. Что касается Барнаула, то вода в Аби продолжает пребывать. За сутки уровень вырос на 12 сантиметров. До 16 июня, сообщают спасатели, он достигнет отметки 540-570 сантиметров. Напомним, опасная цифра 560. При этом значении начинаются подтопления в затоне. Пенек. Вот он виднелся, вчера виднелся. Было ровно прям вот по нему вот так. А сегодня вот вода пришла. Критической отметки в затоне еще нет, но вода уже подступает. Местные жители, конечно, верят в лучший сценарий, но готовятся к худшему. Документы собраны, как говорится, о том, как его подготовишь. Мебель не поднимешь. Как в 14-м там сказали, 40 сантиметров мы подняли. Он как хлынуло у нас все, диваны все перевернуло. И что на диванах было, все перевернуло. И все вот на крышах сидели. Жители Затона надеются, что в этом году им не придется спасаться на крышах. По крайней мере, городские и районные власти все для этого делают. Сейчас в микрорайоне отсыпают дамбу, чтобы дорогу в случае чего не затопило. Каждые три часа в затоне мониторится паводковая ситуация. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. 63 барнаульских двора ждет преображение. В рамках программы формирования комфортной городской среды в краевой столице уже идет или даже завершается ремонт дворовых территорий. Губернатор Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк проверили ход работы и подвели итоги реализации программы за 5 лет. Территория не повышенной опасности, а повышенного внимания. Двор 10-этажки на Паловском тракте 283. Большая строительная площадка, где только готовятся к работе. Сюда идет программа комфортной городской среды. Избавить жильцов от устаревших покрышек, установить детям современные игровые комплексы, расширить дорогу и залатать дыры. Представляете, вот дворнику, как вот было подметать, когда все ями на яме было. Это все вручную. Сейчас хоть вот он метелочку взял, раз, быстренько все подмел, все красиво и хорошо. Под руководством Юлии 24 двора. Обновить осталось 4 из них. Спустя 5 лет реализации в крае программы комфортной городской среды дома конкурируют за включение в нее. 5% софинансирования от жильцов, плюс федеральные деньги и суммы из краевого и муниципального бюджета. Ход работ проверяет губернатор Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк. У вас же здесь проблема в том, что посажем на поликлинике, и вот это движение, объем машинок. Поэтому вам надо на следующий год выиграть седьмой дом, а в этом году сделать следующее. За 5 лет реализации комфортной городской среды на Алтае благоустроили больше 200 общественных территорий и больше тысячи дворов на общую сумму почти 4 миллиарда рублей. Там появились 900 современных детских и спортплощадок, больше 200 парковок, 10 тысяч скамеек и урн. В этом году работы проведут в Бийске, Рубцовске, Зминогорске и многих других городах и селах. В очереди 127 дворов, 63 из них в Барнауле. Нуждающихся в разы больше. Где-то 300 дворов – это возле домов, с которыми надо разбираться. Они аварийные или уже ветхие дома. У них будет дальнейшая перспектива. Ну а таких, где надо было бы руку приложить, уже это еще сотни и даже больше тысячи дворов. Не только в Барнауле, но, конечно, по всему краю. Это один из наших приоритетов. Это очень чувствительно для жителей края всего. И поэтому не откликнуться на эти потребности невозможно. Благодаря программе в Краевой столице обновили почти треть всех внутридомовых участков. А из 63 дворов этого сезона в третий работу уже завершили. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. В Бийске местный рыбак спас привязанную к дереву собаку. Кто-то оставил питомца одного у берега реки. Сейчас, родной мой, сейчас отцепим тебя. Только не дергайся. Собака не реагировала на присутствие человека и была полностью облеплена комарами. После освобождения бессиленный хвостатый не хотел идти за своим спасителем. Бийчанин забрал щенка на машине и готов пристроить его в добрые руки. По предположениям очевидцев, бывший хозяин мог привязать собаку так низко, чтобы она утонула, когда река выйдет из берегов. Как раз накануне новый закон о штрафах за ненадлежащее обращение с домашними животными подписал Владимир Путин. Проект был внесен в Госдуму еще в 2021 году, а уже в мае этого года его доработали. Закон касается гражданских, должностных и юридических лиц. К примеру, за выброс питомца на улицу штраф варьируется от 3 до 30 тысяч рублей. Жестокое обращение может караться штрафом в 100 тысяч рублей. А вот если уже ваш питомец кого-то укусил, штраф может достичь 200 тысяч рублей. Подобную сумму придется отдать юрлицам, использующим животных в зоопарках, цирках и океанариумах без лицензии. Также в проект нанесен штраф в размере 50 тысяч за ненадлежащее обращение с бездомными животными. А в Алтайском крае их почти 100 тысяч хвостов. Ни одно животное не заслуживает жестокости, даже если это голуби, затоптавшие все посадки. К ним тоже найдется свой подход. Например, создание птичьей столовой. Одна такая появилась в Мизюлинской роще в Барнауле. О том, как один человек борется со стаей городских пернатых, расскажет наш корреспондент Данил Кузнецов. Ну, написано же столовую вот здесь. Столовая. Вы прочитайте, вы в школе не учились или уже забыли? Именно из-за таких детей и их родителей активист Геннадий Долгополов организовал специальную столовую для голубей в Мизюлинской роще. Он высадил декоративную осоку рядом с детской площадкой еще весной. Однако незащищенным растениям мешали пернатые. А люди добрые приходят и с детьми кормят голубей. Везде. Прямо здесь, прямо на перекрестке. Ну, где остановились, там ребеночку приятное надо сделать. Он крошечки покрошил. И голуби стоптали все мои посадки. Для защиты растений сначала появился заборчик и пластмассовые ящики. Когда не помогло ей это, пришлось организовать точку общепита за цветником. Меню без претензий. Зерно, крупа, хлеб и вода. Но голуби не жалуются. Они рады и таким подаркам судьбы. Голуби уже тут так зажрались, что можно к ним подойти вплотную. И покормить. А как дети еще любят делать? Сначала покормить, а потом распугать! Однако, как не распугивай, они сразу же вернутся обратно. Место настолько пригрето, что городские птицы облепили уже все деревья в ожидании корма. Так что ходить здесь лучше с зонтиком. Полюбилось место и родителям детей. Нам нравится, мы довольны. Детям очень интересно смотреть. Мы вот ходим с внучкой гулять, показываем ей птичек, кормим их. Я считаю, что это замечательная идея. Это сближает детей с природой. Не стоит забывать, что голубь – это переносчик болезней, который в первую очередь опасен неокрепшему детскому иммунитету. Поэтому с рук лучше этих птиц не кормить. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. 450 мл – максимальное количество крови, которое может за один раз сдать донор. Сегодня, во Всемирный день донора, в Барноле напомнили, что каждый здоровый человек, которому уже исполнилось 18, может принести пользу другому – больному серьезным диагнозам, пострадавшему в ДТП и просто пополнить банк крови. Подробнее в сюжете. Мобильная станция переливания сегодня вновь на площади Сахарова. Сначала анкетирование на состояние здоровья, потом уже сам забор крови. Среди сдающих – 25 сотрудников завода «Роутер». Они это делают регулярно – раз в два месяца. Как-то специально готовитесь к этому процессу? Ну, конечно. Мы поднимаем гемоглобин. Вот у меня, например, проблема – низкий гемоглобин. И я принимаю препараты специально для того, чтобы его поддерживать на уровне. Нужно хорошо позавтракать обязательно в день сдачи крови. Возраст сдающего кровь не влияет на ее ценность. Специалисты отмечают, что среди доноров есть и те, кому уже больше 60. Главное, чтобы человек был здоров, не принимал на постоянной основе медикаменты, и его кровь по всем параметрам подходила нуждающемуся. Среди доноров сегодня был замечен и министр здравоохранения региона. Кровь он сдавал уже порядка 10 раз. Сегодня его поддержали сотрудники Минздрава в составе 20 человек. Наверное, и не важно на самом деле, кому. Важно, чтобы она помогла. Поэтому, будь это больной с онкологическим заболеванием, или человек с потерей крови после ДТП. По сути дела, мы для этого здесь и находимся, чтобы помочь тому человеку, который в беде находится. Я сама попадала тоже в аварию, мы тоже переливали кровь, и я сразу не решилась, когда начала работать в министерстве, решила, что надо нашим помочь пациентам, врачам. Присоединилась к акции также в 2014 году. Я надеюсь, что наши сотрудники будут регулярно принимать участие в этой акции. Недостатков донорах сейчас нет, говорят сотрудники Центра крови. 35 тонн – таков ежегодный запас края. И отмечают, доноров крови сейчас активно приглашают стать донорами костного мозга. В России создается свой регистр, ведь к Международному банку с начала СВО доступ ограничен. Почему доноры крови в этом случае наиболее подготовленная часть населения? На сегодняшний день забор костного мозга происходит практически так же, как и сдача крови. Простым языком сказать, такой сепаратор, да? То есть человека подключают. И вот этот аппарат отбирает стволовые клетки. Он не берет как таковой костный мозг из кости. То есть и берется, значит, стволовая клетка идет в отдельный пакет, а другие компоненты идут в другой пакет. И остальная кровь снова возвращается человеку. Попасть в регистр доноров костного мозга несложно. Требуется лишь сдать одну пробирку крови, чтобы врачи смогли провести типирование и внести человека в базу данных. Часто пересадка костного мозга от донора – последняя мера из всех возможных для спасения жизни больного. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Амбициозный барнаульский коллектив уже несколько лет производит вещи, спасающие жизни. Научно-техническое объединение «Лазер» начало производить защитную одежду для медиков еще во времена коронавируса. Далее для бойцов СВО начали поступать специальные заказы на костюмы, которые не видят тепловизор. Оценил их эффективность вместе со съемочной командой «Толка» и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Барнаульское научно-техническое объединение «Лазер» связано в основном с созданием одежды. Свое название компания получила, потому что использует лазерные технологии, а главное – разрабатывать собственные. Первый патент получила на нанесение рисунка на ткань лазером, без краски. Сегодня у лазера семь патентов. Основную прибыль предприятие получает, выпуская толстовки, куртки, костюмы, а также автомобильный текстиль. Но есть у лазера продукция особого назначения. Во время пандемии коронавируса лазер сумел наладить производство защитных костюмов для медицинских работников. Материал не сшивался, а очень прочно склеивался по швам с помощью лазера. И это надежно защищало медиков от проникновения инфекции. У нас два патента даже на это есть, на костюм. Мы его модифицировали, чтобы врачам было легче его снимать, чтобы минимум контакта было с лицом. И второй патент – это валик для поднятия сатурации. Сейчас в руках швей уже не белые, а зеленые костюмы, которые тоже призваны защищать и спасать жизни. Ведь их не видит тепловизор, а значит и враг. К созданию защитных костюмов владельцы компании шли постепенно. Началось все с простого снаряжения для мобилизованных. Далее за несколько месяцев была разработана технология производства костюмов-невидимок. Эта экипировка экранирует тепло человеческого тела и поглощает инфракрасные лучи, что делает объект защиты малозаметным, невидимым даже в тепловизорах и приборах ночного видения. Познакомиться с производством и сделать заказ приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Это другая немного технология, она зимняя идет. Армированная ткань, то есть в нем тепло, он выдерживает до минус 80 градусов, он аккумулирует тепло. Сейчас оформляется патент на летний вариант экипировки. Алтайская разработка превосходит западные аналоги во всех аспектах, утверждает владелец компании. То есть наш костюм, состоящий из понча, либо из кубки штанов, может использовать как пехотинец, так мотостриковый, как танкист, снайпер. Ну и в принципе сапер, неважно кто, неважно какую задачу будет решать, он для всех подойдет, потому что он легкий, он прочный, ну и малозаметный. На этих кадрах вы можете видеть, как тепловизор воспринимает человека в специальной накидке и без нее. Разница видна даже на близком расстоянии в помещении. Ну супер, да, хорошее изделие, полезное. Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах новой продукции НТО «Лазер». Договор на приобретение сотни костюмов для наших разведчиков в зоне СВО уже находится на подписании у производителя. Важно обратить внимание, что все изделия, которые здесь создаются, направлены на защиту людей. А это благородная миссия. Производство специальных костюмов расширяется. У компании «Лазер» есть возможность увеличить его в пять раз. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А далее беречь себя и людей. Электромонтеры со всего края собрались в селе Зудилово, чтобы отработать действия при нештатных ситуациях, а также довести до автоматизма свою повседневную работу. Все это залог безопасности, ведь работа энергетиков каждый день сопряжена с рисками. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Напряжение 10 кВт. Счет идет на минуты. В роли пострадавшего тренажер Гоша. От удара током его спасают энергетики из Бийска. Соревнования по профессиональному мастерству, которые Алтай Краэнерго проводит среди своих сотрудников, позволяют отработать нештатные ситуации до автоматизма. Хорошо, рачки не реагируют, пульс отсутствует. Продолжаем реакционные действия. Проверка знаний по охране труда, эксплуатационной документации, средств защиты и не только. Это в конечном итоге влияет на безопасность сотрудников. И все это оценивают судьи. Такие соревнования здесь проводят с 2017 года. Электроматер – это главная наша профессия. У нас здесь 9 филиалов, 57 структурных подразделений. Каждый год новые команды. Нет такого, что команды готовим, и они специально обучены под выступления. Это шлифовка профмастерства, новых технологий, смотреть друг на друга, знакомиться, брать лучшие практики, лучшие опыты и транслировать потом на местах своим коллективом. Что-то новенькое для себя подчеркнули? Подчеркнули. Нашли какие-то свои мелкие недоработки, которые будем шлифовать, отрабатывать. Поэтому, в принципе, очень полезно. Спасибо, организация на высоте. Кстати, здесь соревнуются и те, кто работает в сфере всего полгода, и те, кто отдал профессии всю жизнь. На сегодняшний день старший партнер составляет 37 лет. Надо молодежь постоянно обучать, тренировать, стремиться к повышению уровня образования, мастерства. А вот и те, кто в будущем будет набираться опыта у старших товарищей. К соревнованиям всегда привлекает студентов из разных уголков края. У нас был круглый стол, мы все проговорили. Я пообещал, что мы всех можем трудоустроить. Абсолютно все на территории Алтайского края. Мы нуждаемся в молодых, хороших, умелых, смелых, которые готовы работать руками. Мы повышаем престиж профессии электромонтеров. Волнительный момент. Кто станет лучшим из электромонтеров и уедет на новом бригадном автомобиле. Это главный приз соревнований. Новоалтайский МЭС. Эта бригада получает переходящий кубок. Звание лучшей профессионала Алтай-Краэнерго в 2023 году. Вторыми стали электромонтеры Змейногорских МЭС. Замкнули тройку лидеров Рубцовский МЭС. В прошлый год мы также заняли первое место. И хотелось подтвердить, что это не случайность, а закономерность. То есть, что работаем мы не зря, что команды и коллектив у нас очень сильный, сплоченный. Благодаря высокому мастерству сотрудников правительство региона доверило Алтай-Краэнерго восстановление объектов энергетики в подшефном Алтайскому краю в Славино-Сербском районе ЛНР. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...